здравствуйте дорогие друзья меня зовут Юля и вы на канале о вязании сегодня у нас 30 января 11 часов дня и я начинаю свой четвертый день недели стартов 2020 если вам интересно что же сегодня начну я оставайтесь со мной также напоминаю что в этом проекте принимаю участие не только я но еще три замечательные девочки я на них оставлю ссылочку внизу в описании под видео переходите поддержите их пожалуйста ну а сегодня я хочу вот поделиться своими соображениями что же мне все-таки хочется начать снимать сразу скажу что проект будет достаточно известен всем уже я подобное вязала это платье хайверд вот мне нравится особенно на весенний период на весенний сезон такое изделие будет платье полухлопковое из пряжи газал бэби коттон думала что же бы такого новенького ввести в этот хайверд и я решила сделать акцент на трех цветах и также на регланной линии то есть она не будет связана обычно каким-то обычным заезженным узором нет я решил связать другим способом надеюсь он зайдет и вам будет полезен также думаю на это платье я сниму мастер-класс будет описание но и также покажу как я вывязываю регланную линию вам будет это интересно ну для начинающих так точно я в этом уверена сейчас включу еще один цвет только что увидела что не включила дополнительную лампу вот так надеюсь будет лучше и какое у меня будет сочетание вот так я думаю будет к лицу идти бордовый цвет точнее цвет марсала потом светлый и вот такой песочный как вам напишите нравится или нет почему именно темный к лицу потому что у меня черные волосы я их крашу и если будет светлый цвет и вдруг они как-то намокнут вот у меня такая ситуация хотя ну краска хорошая но все равно следы остаются если волосы мокрые на белом и потом чтобы не затемнять вот этот цвет марсала песочным я решила что будет идти молочный а потом уже вот этот песочный также по верхней части будут идти полоски уже и потом будут шире они не будут одинаковой высоты то есть ширины они будут отличаться мне так вот хочется ну и конечно будет интересно регланная линия так кто не знаком из этой пряжи это моя любимая летняя весенняя пряжа газа baby cotton 50 граммах 165 метров спицы нам рекомендуют 34 но я эту пряжу вяжу всегда на спицах номер три это конечно же может быть еще зависеть от вашей плотности вязания но у меня так то есть если вы вяжете очень туго то можете взять спицы номер четыре если рыхло то номер три может даже два с половиной и цвет вот это 3424 этот цвет 3437 ну а этот цвет марсала я сейчас вам не назву но если вдруг у вас возникнут сложности вы захотите его купить найти то пожалуйста пишите мне внизу в комментариях я отвечу какой-то цвет найду этикетку меня еще это пряжа есть обязательно вам отвечу ну это только в том случае если уже вы точно он вам понравился и вы захотите приобрести чтобы не просто таки искала эту информацию но мне конечно же не жалко если вы хотите чтобы я быстрее отвечала на ваши вопросы то пожалуйста сдавайте мне их instagram директ добавляйтесь ко мне название моего аккаунта вы также найдете внизу в описании под видео нажимайте еще там и ссылочки на девочек так буду вязать вот этих моточку меня 10 этих тоже 10 и вот этого цвета 5 моточка всего на платье мне понадобится где-то 11 мотков может даже 12 потому что там будет узорчик и он много поглощает пряжи ну что девочки сейчас будем искать спицы номер три потому что у меня одни находятся в платье на них платье находится я вижу для старшей дочки ранее вам показывала во влоге и другие 2.75 я вяжу джемпер который начинала вязать в первый день недели стартов и у меня еще одни должны быть нужно поискать и приступлю к вязанию сегодня у меня как бы целый день свободный вот видите пока сходила в больницу старшей дочкой уже полдня ушло и муж еще в отпуск ушел поэтому не так много получится повязать как мне бы хотелось но все же никуда не еду целый день целый день дома сейчас ищу спицы делаю расчеты и потом подключусь к вам когда начну вывязывать линию реглана итак дорогие друзья я уже сделал расчеты сейчас у нас час дня обычные расчеты для хайвер да вот столько петель я набираю для своего платья которая вязала в прошлом году 120 петель на спинку меня 41 петля на перед 45 петель на рукава по 7 петель и на регланной линии по 5 петель так как там будет узора вот так выглядит регланная линия изнаночная 3 лицевые изнаночная и что мы имеем 120 минус 20 петель это количество петель на регланной линии потому что здесь 10 здесь 10 выходит остается 100 петель 100 петель я отнимаю 14 это по 7 петель на рукава вы остается 86 и 86 делю на спинку перед по 43 петли до так как вывязываю росточек у меня количество петель меняется затем перед делю стандартно уже много раз вам показа 15 петель мы с вами не трогая и по 5 петель это точки разворотов по переду сейчас покажу сколько мне удалось провязать и наверное уже намного позже подключусь когда свяжу больше может присоединю новый цвет и так вот это начало моего ряда вот здесь спинка рукава и перед покажу регланную линию вот смотрите очень красивая вот согласитесь реально очень классная это регланная линия будет еще лучше смотреться когда ниточка не одна а несколько то есть если вы будете вязать изделие из бобиной пряжи несколько сложений ну или из тонкой например или за на год 800 или файн сколько там и даже не знаю и будете использовать вот этот узор будет конечно красиво кто давно со мной тут наверное заметил что это узор вот из круглой кокетки у нас солнце извините вот на эту круглую кокетку меня будет мастер-класс но только тогда когда я свяжу полностью его высоту и примере то есть если все будет ложиться хорошо тогда я снимаю мастер-класс меня конечно не смущает но все равно есть вопросы к в рядам между прибавками вот расширение когда делаешь круглой кокетки так что один и тот же узор и очень красиво все смотрится это будет для меня новая регланная линия что я принципе довольна как все ложится ну и дальше я подключусь к вам когда присоединю наверное новый цвет или же провяжу больше регланной линии все хочу по переду провязать хотя бы 5 сантиметров вот здесь у меня . разворота но здесь петли подтяну и все будет хорошо не переживайте с этой стороны такого нет все хорошо и по рукавам вот так все выглядит если у вас есть вопросы задавайте также написали под последним видео что я обещала показать как рассчитываю изделие напишите пожалуйста точно какое изделие хайвард или же обычно как делаю расчеты потому что расчеты для хайварда и для обычного плечевого изделия разные поэтому напишите уточните и наверное может сегодня нет сегодня точно нет завтра или послезавтра я сниму видео как делаю расчеты я если по хайварду как делать расчеты то есть очень хорошее видео на ютюбе ольги кондратьевой это довольно известное видео в этом я уверена многие кто говорил что все знают то там расчеты она дает достаточно подробные даже более подробные просто что она там не провязывает вот и все а расчеты как рассчитать рукав как на любой размер она все это дает что а если обычного изделия то пишите я сделаю для вас такое сниму видео все дальше вижу может еще часа два и тогда к вам подключусь покажу что же мне удалось провязать все и так сейчас у нас 4 часа вечера и вот мой результат сколько мне удалось связать это немало но и немного забыла сказать что вяжу на спицах номер 3 вот мои регуанные линии это перед и сейчас скажу сколько провязала высоту регуанной линии здесь у нас почти 8 ну да 8 сантиметров а по спине 9 может даже девять с половиной не скучно вязать вот этот процесс довольно интересно мы привыкли я привыкла буду со себя говорить регуанной линии это две лицевые или одна лицевая скучновато а здесь повеселее все как-никак узор кто будет искать или спрашивать это узор колоски много есть схем в интернете этого узора достаточно легко вяжется и напоминаю что по этому узору мы будем с вами точнее по этому узору а с этим узором будем вязать с вами круглую кокетку вот только закончится неделя стартов и сразу приступим покажу вам поближе вот здесь видны протяжки но это все спрячется это не везде цветок это не во всех регуанных линиях такая оплошность но это все спрячется довольно аккуратно согласитесь очень красиво думаю вы возьмете себе на заметку такую регуанную линию не удалось присоединить второй цвет вот этот почему потому что я решила вывязать вот это все весь моточек здесь немного осталось он целый также я сегодня этот процесс буду еще вязать вывяжу вот это и присоединю светлый цвет молочный и завтра уже последний день недели старта когда буду начинать новый процесс вначале покажу как идут переходы по моим соображениям переход должен быть классный особенно по линии регуана то есть колосок будет заканчиваться и начинаться новый цвет то есть колосок в новом цвете думаю будет красиво пишите ваши комментарии что думаете вы по этому поводу вязали бы такой хайверт с таким регуаном с такой регуанной линии мне будет очень конечно интересно почитать и нужен может вам мастер-класс так как мне нравится вот эта регуанная линия может я еще что-то свяжу с подобной регуанной линии может своей старшей дочке какой-то джемпер подумать то есть пишите все ваши соображения все ваши вопросы понимаю что сейчас не могу выпускать никакие мастер-класс как неделя стартов но как только она закончится будут мастер-классы прям посыпется на вас я это вам обещаю и гарантирую вот и все девочки вот такой мой четвертый день недели стартов 2020 я думаю что неплохо потрудилась потом я думаю после всего этого снять видео со всеми своими процессами потому что наверно вы за недельку уже забыли что же у меня есть в наличии вот и будем вязать с вами много помню что вы ждете мастер-класс по рождественскому джемперу это обязательно буду с вами прощаться рекомендую посмотреть видео девочек напоминаю ссылочки внизу в описании под видео переходите смотрите оцените пожалуйста лайком подпиской их старания всего вам самого наилучшего ровных петелек побольше свободного времени ну и конечно удачи и хороших новостей всем пока пока